Дай почитать. Это троллинг. Когда кто-то выводит вас из себя, подкалывая и ехидно шутит, это троллинг. Что же со всем этим делать? Глубоко вдохнуть и обязательно прочитать книгу блогера, писателя, преподавателя Светланы Иконниковой «Тролология» издательства «Бомбора». Она утверждает, чтобы победить врага, ты должен понять врага. Мы должны нейтрализовать тролля и понять, что им движет, разобраться в типологии этого явления. Бывают тролль по незнанию, тролль-спорщик, тролль-умник, тролль-садист. Светлана Иконникова каждому типу посвящает несколько параграфов, а читателю дает задание по эффективной борьбе с различными сортами таких скандалистов. Например, вспомните самого отвратительного своего тролля и подумайте, почему он к вам прицепился. Наверняка же он решает собственные проблемы, терзая вас. Как вам кажется, какие? Автор приводит яркие примеры, что называется, из жизни. А так как Светлана Иконникова по первому образованию психолог, то учит читателей защищаться от неприятностей в сети. Первая защита, необходимая в современном мире – это ирония, направленная прежде всего на себя самого. Вторая – простые вежливые слова, которым нас учили в детстве. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Но самое главное – это по-моему и как мне кажется. И у меня сложилось впечатление, что? И другие словосочетания в таком же духе. Третье – это проверка информации. Светлана Иконникова уделяет много внимания и проблеме отличия фейка от правды. Самый опасный фейк – тот, в результате которого ты можешь потерять все свои сбережения. И он, к сожалению, самый живучий. И опять простые, но действенные рекомендации. А как понять, что шокирующая новость – это не обман? Предлагается несколько шагов проверить по вопросам, что, где, когда и по особой методике, состоящей из следующих действий – независимый, множественный, проверенный, авторитетный, названный. И, пожалуйста, после прочтения троллологии Светланы Иконниковой сразу же пишем позитивный текст. Прямо сейчас. 12+. Дай почитать.